Пророка, да, говорю вам, ибо он тот, о котором написано, сей, я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Вот эти слова считаются в церкви много-много раз. А вопросов здесь еще больше, чем слов. И что не спросишь, не знают. Так пророк он или не пророк? Пророк не восставал изрожденный женами больше пророк, а то Христос сказал. Когда пришли к Иоанну, говорят, ты пророк? Он говорит, нет. Это же явное противоречие. Иоанн ответил, что нет, потому что в Библии написано было восстание пророк с большой буквы, Христос. И когда они спрашивали, ты ли Христос? Он говорит, нет. Ты ли пророк? Он говорит, это нет. Одно и то же спросили под разными именами. Он ответил, он не Христос. А вот теперь Господь говорит, что же смотреть ходили вы в пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. А куда больше-то пророка? Ну все слышали, что больше пророка. А теперь спросили, а почему он больше пророка? Сразу, как будто никогда и не считал. В первую очередь, он ближе всех ко Христу. Вплотную. А когда старен кто, то самые далеко сидящие, это менее знакомые. А ближе всего сидят все справа и слева по горнам, все старцы, это близкие уже люди. Но не это главное. Главное в том, что мы все строим на чем-то основании. Вот у меня впереди прошли мои деды, были верующие, написаны Евангелия. Я сегодня стал размышлять и искать, а кто строил ни на чем основании? Авраам. Ему Бог открылся с именем Иегова впервые. Он не знал. Новым божествам служили. Хотя слово так и не написано, но слово, где написано Господь, это Иегова. Он ни на чем строил. Исаак уже говорит, как отцу моему Аврааму. А Якоб уже вставался на деда и на отца Исаака, и дальше Бог Авраама Исаака, но на первом месте Авраама. Удивительное дело. Он всю жизнь поклонялся богам. И те боги давали плодородие земли, они им поклонялись, целовали, сладости их слизывали какую-то. И вдруг все оказалось ложью. Вот это пророк настоящий. То есть это выше пророка. Вот в этом смысле Иоанн строил на новом основании. Пророки они друг от друга брали, слышали, передавали. То есть уже у них в арсенале до них прошедшее накапливалось. Они шли. А говорить о том, что приблизилось старство небесным. И вот время это благоприятное, о чем на них пророки наступили, о Христе, никто не говорил. Впервые заговорил Иоанн. Я его не знал. Но Господь сказал, на кого увидишь духа святого отходящего. То есть он вплотную подошел пророка, да, говорю вам, Христос, и выше пророка. А миссия пророка в чем заключается? Но чтобы понять миссию пророка, надо хотя бы одну книгу Библии прочитать, увидеть. Это грозное обличение. Всегда. Это прозрение в прошлое. В грехи народа. В настоящее правильное насудивание. И в будущее, что ждет за этим преступлением. Пророк это не предсказатель. Просто. Это не прорицатель. Иначе любая цыганка будет прорицательницей. Стас живым духом, но пойдет за пророка. Пророк, как правило, это труба Божия, толкающая людей из грязи, из болота во свет на царский престол. Богу. Но вот это выше пророка. Почему? А спроси, какая главная миссия Христа была? Спасти род человеческий, умереть за грехи людей. Все. Христос пришел не кутью учить нас варить или просто варить пищу. Нет. Главное умереть за нас. А остальное все уже тогда тут будет нарощено. А миссия главная Иоанна в чем заключалась? Так он же креститель. Ну понятно, креститель. И не забывая слова Христа. Слова Златоуста. Он говорит, чтобы крестить человека не надо ни одного таланта. Совершенно ни одного. Лишь бы быть только рукоположным священником. А чтобы привести человека к Христу, тысячи талантов надо. Тысячи. Так вот Иоанн этим и занимался. Пророчество не говорило, что он будет креститель Христа. А говорит, он будет глаз попьющего в пустыне. В подлинном смысле в пустыне он был. Мы-то не в пустыне. Я говорю, никто не слушает. Ну меня не слушают. В другом конце вселенной говорят слушают. Кто-то книгу прочитает слушает. А когда Иоанн пришел, не один человек этого не слышал. Вот он и приготовлял путь Господа. А как? Кому приготовлял путь? Путь людей ко Христу. И путь Христа к людям. А каким путем? Убирайте камни. Пророчество так говорило. Исайя 62, 10. Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь к народу. Равняйте дорогу. Уберите камни. Поднимите знамя для народа. Вот теперь понятно. Камни. А какие камни? Самый главный камень. Главное стало камень на дороге, когда людям не разрешают говорить о Боге. Не разрешают читать Евангелие. Спрятали. А кто этим занимался всю жизнь? И догадываться не надо. Те, которые спрятали Евангелие. Те, которые людей уводили от благовестия. Я нахожу, что больше вины монашества в мире не было никогда. Камнем завалено было. Идите в монастырь. Делайте то-то. А прямо дорогу ко Христу никогда не указывали. Прямо. Ни одной проповеди я не нашел, чтобы вышел проповедник в Россию и говорил. Слушайте, дорогие братья и сестры, граждане, православные, русичи, ищите Евангелие. Переписывайте, покупайте. Идите и другим свидетельствуйте, образуйте кружки евангельские. Никаких революционеров, народовольство, это не было бы. Революция-то она бы даже не зародилась. И она зародилась-то почему? Потому что пустота была. Дорогу-то не равняли. И он говорит так. Что же ходить, смотрели бы в пустыне? Пророка. Но если пророк, ясное дело, вызывает удивление. Ажиотаж начался, люди бегут. А ты с ним говорил? Да, говорил, автограф получил. Вот теперь показывает друг другу. А ты у Иоанна был? Был. Что получил? На хлопушку. Я-то думал, пророк, а вот что он говорит? Змеи, приползли здесь. Порождение ехиднины. А тебя как назвал? Меня змеей. Он говорит, а тебя как? Он перекрестил меня, я аст теперь. Они же могли это сказать. Ну а я тоже котский. А ты пёс смердящий. А ты кто такой? А ты свинья грязная. Он всем им иногда дал. Вот тут они и опомнились тогда. Вы же пророка. Ему нужны были тысячи талантов, чтобы увидеть. А что же нам делать, чтобы не быть? Не требуй лишнего. Тебе погоны дали не для того, чтобы ты грабил. Ты если судья, суди по правде, по закону. Да-ка закон неправильный. Ты подрядился, суди. По закону можно любого отсудить. Вы знаете, как раскулачивали. Корова стоила тысячу рублей, а налог наложили 990. Всё. Заплатили налог через три месяца ещё 990. Стали дом продавать. Закон можно издать любой. Но римской империи законы были справедливые. Они были не более как одна пятая часть дохода твоего. Как у параона было. 20%. И поэтому не требуйте лишнего, солдата. А нам что делать? Мы-то ли подошли. И каждый спрашивал. Богатые подошли. А нам что делать? А у тебя сколько одежек? Две. Давай бедному одну. А у тебя что? Ну я хлебом торгую. Накорми бедного. Вот он теперь начал их всех чистить. Дорогу разравнивать. А чем за дорогу замусорили? Камнями. Себя любим. Не подойдёшь. У каждого своё мнение. Отвергнись себя. Возьми крест. И теперь следуй за Господом. Главное, это моё я мешает следовать за Крестом. Вот мы считаем бы тебе 20 глава 7 стих. Слово пророк. Узнать это. Но как говорить о пророке, если ты не знаешь? Он говорит, о, пророческий Ленин предсказал. Прямо так и писали всегда. Пророческий предсказал Тоса. Что предсказал? Я знаю многое предсказано простыми мирянами, людьми. Достаёвского считает за пророка. И я считаю ему многое давно. Но что в разрождении России начнётся через монашеск, это ну абсолютный бред. Заглушится через это. Он этого не понимал и не видел. Слово пророк, чтобы понять, в Библии нужно прочитать шестьсот сорок два места. Вот тогда будет истинное представление о пророке. Запомни эту стиху. А вы их уже забудете. Ну, по крайней мере, полтысячи хотя бы. Бытие 20 глава 7 стих. И Агимилеку, царю Герарскому, который взял сару у Авраама, Господь сказал, возврати жену. Ибо он, Авраам, пророк, и он помолится о тебе. А если не возвратишь, то непременно умрёшь и ты, и все в доме твоём. Почему? А он пророк. Пророки на особом учёте у Бога. Кто пророк? Пророк – это проповедник. Проповедующий о казни Божьей, об исправлении людей. Вы хотите быть под защитой Божьей? Пророчествуйте. Так я что могу сказать? Ну, пророчество Божье, ближе к всему конец. А ты уже начинаешь пророчествовать. Божествуйте молитву. Господь грёдёт на облаках. Ты же пророчество говоришь. Исход, 7 глава, 1 стих. Аарон был речистый, а Моисей – заика. Два слова не мог связать. И Господь сказал, вот Аарон, брат твой, тебе, вождю народа израильскому, будет твоим пророком. Когда эти слова читаешь, люди удивляются, открывают Гиблию, считают, и говорят, разве так написано? Да. Аарон был пророком Моисею. Но Моисей же вождь. Не важно. А ему пророком поставил Бог Аарона. Какой бы ты высокий ни был, отречений всё равно выше. Запомни это. Вот и всё. Иногда такой вопрос задают выше. Мы на занятия бываем в университете, а в это время батюшка приезжает из службы. И спрашивает, так мне, куда пойти сюда? Или на занятия? Богослужение важнее. Отвечает. Но ты сам избери. Как люди рассказывают после богослужения, тогда уже прибегут на занятия. Псалом Аквелес Давид о пророчествах упоминает всего только три раза. И вот Псалом 73.9 говорит так. Горе нам, ибо нет уже с нами пророка, и нет того, кто знал бы, доколе это будет. Доколе это беда будет у нас в стране. Такие налоги накладывают на землю. Сейчас на частное строение в городе накладывают такие налоги. Да до 100 тысяч, говорят, будет налог. Ты позавидуешь бомжу, наверное, какому-то. Какие преступные законы. Не поощряют, что у тебя дом есть, а выжимают тебя из дома. Я прочитал и не поверил. Редактор звонил, да, действительно, говорит так. Но в стадии принятия этот закон. Салмопевец пишет 104.15. И Господь сказал, не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Он называет весь израильский народ помазанным, избранным. Мы под особой эгидой, охраной нашего Иисуса Христа. И нам ничего никто не сможет сделать. Вот когда наступит вечность, или человек уйдет, и Господь спросит, а хотел бы ты узнать, сколько опасностей было в ночь под 1 июля 2007 года. И мы бы вдруг увидели, как сидят в соседней деревне, договариваются сделать, поджечь, украсть. И вдруг что-то ломается у них. Вдруг пошел дождь, они застряли, может, там где-то в Андреашем лагу. Это вечность, которая откроется. Пророкам моим не делайте зла. Ни одна нация не получила от Бога уверения, что будет жить до второго пришествия Христа. Может быть, китайский народ вообще исчезнет. Обетование дано только еврейскому народу. До конца, до смертного часа с земли, еврейский народ будет на земле. Поэтому с евреями нужно очень осторожно обращаться. Очень осторожно. И где воюет, просит, давайте истребим, выгоним, пусть твой голос не звучит, ты проиграешь на раннем. Несмотря на все их зверство, на все, что они делают евреи, они не потеряли первоначального благословения Господнего. Господь говорит, я верен и я исполню свое обещание. Они ограбили всю нашу страну, перегнали все золото, все наши достояния, все в Израиле. А ты скажи, больше вам мы не заслужили. Я нашел ответ. По делам нашим мы этого не достоины, что у нас есть. Исайя 44, 25. Господь делает ничтожными знамения лжепророков. И плачь Иеремия 4, 13. И все, что случилось с вами, все это за грехи лжепророков. На первом месте виноваты не пьяницы, не наркоманы, а лжепророки-священники. Это Бог говорит. А ты все время против священников. За мной, когда люди ходили во время моих занятий в школах, и одна директор говорит, я уже, наверное, в 10-й школе за вами хожу, слушаю, и вы все время против учителей говорите. Это мне сказала милиция. Милиция говорит, вы все время против милиции говорите. Сотрудник органов, когда вы говорите, вы все время против нас говорите. Сотрудник органов говорит, ты когда бы ни говорил, всегда против нас говоришь. Да ты сам найди против самого себя, открой описание. И ты увидишь, что вот это слово в 642 раза, оно обязательно тебя будет обличать. Оно пророческое. Захария, пророк, 3, 12 говорит так. Я истреблю и удалюсь с земли нечистого духа и лжепророчества. Уже пророчество приравнивается к вечистому духу. Бойтесь что-то сказать не по Библии. Не знаешь, скажи, я не читал. Я спрошу знающего. А скажи, давай вместе сядем и почитаем. Повторяю, 642 место, когда прочтешь, ты будешь понимать, что такое пророчество подлинное. Матфея 7, 15. Уже пророки приходят во вещих одеждах. Что означает? Очень ласкательствовать любят. Никогда не обличат правду, не скажут. Ты хороший брат, ты молодец, ты что к нам пришел. Скидканты они все так завлекают, заманывают. А Иоанн никого не заманывал. Он глаз был вопиющего в пустыне. Одна проповедь осталась. Приготовьте путь Господу. Вот об этом было пророчество. Если эта проповедь его достигла до нас, начнем готовить. Что Господу мешает в нас в полноте быть? Чтобы наши таланты развили. Чтобы я отвечал левое от правое. Ну вы просто самому себе задавайте такие. В Откровении 19 глава 20 стих и 20 глава 10 стих говорится. И схвачен был зверь и лже-пророк и брошены в озеро Огниное. Значит, последний лже-пророк будет прямо уничтожен самим Господом. Им бояться надо. Ты понимаешь, кто такой лже-пророк. А могут ли быть лже-пророки в православии? А мне кажется, их больше всего здесь. Я недавно прочитал у меня журнал. У нас еврейка одна там в церкви у нас. Она там причащается. Верующая. И она приносит твой журнал. Журнал. Лихаим называется. Я говорю, Лихаимцы. Издают какое журнал название. Она говорит, не Лихаим, а Лихаин. Ну я ударение могу и не так поставить. Но главное, что Лихаимцы. И там рассказывает. Спрашивает одного раввина. А вот как вы думаете, кто будет в аду? Он говорит, в аду много будет отделений. И больше половины будут забиты еврейскими раввинами. А я думаю, по Златоусту больше половины будут забиты попами-архиереями. Это открыто говорят все. Почему? А причина одна, что не говорили правду народу. Если ты его не научил, и он погибнет, я с тебя взыщу кровь его. А я тебе сказал, а ты не слушал. С тебя я это взыщу, Господь говорит. Я посылаю перед вами ангела. Перед ним ангела. Ангелом назван человек Иоанн Христитель. И мы названы ангелами, если будем жить по-ангельски. И об ангела, чтобы узнать, нужно в Библии прочитать 376 мест. Это об ангела. А то, ой, девушка говорит, ты ангел мой. На ребенка, душа моя, ангел мой. Не обманывайся. Если не живет она ангельски, она не душа твоя и не ангел. Тавид 5.17 И вот Господь говорит, посылает, что нужно тебе для пути твоей, чтобы ты приготовил. И посылает тебе ангела. Пусть собираешься. Попроси ангела-хранитель, не оставь меня, чтобы колеса дороги хоть не ослабились. Добрый ангел-хранитель, сделай так, чтобы шофер, который за рулем не уснул. Ангел, разбуди меня вовремя. Исайя, 40 глава 3 стих. Глаз лопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Вот кто впервые это сказал. И 40 лет не знали, а когда оно исполнится, а кто в пустыне. Он вышел в пустыне, и никто о Христе не говорит. Впервые об этом заговорил Иоанн. Конкретно назвал его. Исайя, 62.10 О чем читали? Проходи ворота. Лука, 7, 27. Который приготовит путь твой перед тобою. Здесь тоже большой-большой вопрос. Я уверовал сколько лет. А как я Господу путь убираю? А какие камни встречаются? А что ему препятствует, чтобы я голос слышал? Ты нормально слышишь. А может уши давно заложены гордостью, самомнением, неприятным обличением. 6-й стиленский собор положил огромный камень 64-го правила. Мне говорит, не подобает мирянину перед народом произнести слово. Меня рукоположил с часа наш епископ Ефисий с одной целью, чтобы я имел право выходить перед народом, чтобы 64-е правило не было нарушено. А ведь раньше-то было 14-е правило апостола Павла. И вот книги правил убрали. А там просто написано. Ащи человек мирский и разумен и знает Писание, да проповедует. Правило то устранили, написали другое, да не проповедует. Ну явно, что это испрещающие друг друга два понятия. Не проповедят, а тогда кто? А Янг. Завус Гартавин, я ничего не успею, если вы мое слово не понесете дальше. И главное, в книге правил, правил апостола Павла вообще сегодня нет, их убрали. Может быть ради одного правила, где говорится, каждый мирянин благословен Господом на проповед. Так говорит Господь. Написано. А слово так говорит Господь в Библии встречается 359 раз. Господь подтверждает. Не сам пророк говорит, а пророк в Крещенове говорит. Так говорит Господь. Слушайте небеса и внимая земля. Так говорит Господь. Часто ли в нашей жизни такая ситуация бывает, когда мы подошли и сказали, так говорит Господь, чтобы у тебя этого не было. А может ли говорить? Ты обязан так говорить. Если знаешь Писание. Так говорит Господь. Ты хочешь жить, ребенок долго на земле, не будешь жить долго. Ты рано умрешь. А почему? Потому что чтущий отца и мать будет долголетен на земле. Отца и мать будешь почитать, любить, слушать, и будешь долголетен на земле. Салматевик 85, 1 говорит так. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей, и утверди в сердце мое страхи имени Твоего. Я говорю о пути. Поясняю третье слово. Как приготовить путь Господу? Вот она молитва. Наставь меня на путь Твой, чтобы я ходил в страхе Твоем, в истине Твоей, и считал Слово Божие. Вот это приготовление сердца на пути Господнем. Притча Соломона 16, 19. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. И все обдумал, как надо сделать, как лучше, а все пошло не так. У нас многое-многое бывает не так, и при том благодарность это не вызывает. А если я молился и не так, благодарю Господи, что не так. А иначе, если, по-моему, было, там и северные реки-то все уже повернули на юг, уже ни севера, ни юга не было бы. Притча 19, 3. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Сам запутался. Делал не то, что велит Господь, а да где он был, да почему он так позволил, да у меня ребенок утонул. Я говорю, не отпускайте одних детей купаться. Ты будешь негодовать на Господа. Да почему мой ребенок утонул, а без божников ни один не утонул. Почему с моим ребенком несчастье? Потому что ты Бога не слушал. И негодуешь на Господа. Тритча 21, 2. Всякий путь человека в глазах его. Хорошим кажется. Но Господь взвешивает сердца. Иеремия 31, 21. Поставь тебе путевые знаки. И поставь тебе столбы. Обрати сердце тебе на дорогу, на путь, по которому ты шла. Это прямое задание. Возьми нарисуй столб. Вот от этого столба я дошел. А веназер. То есть тут помог Господь. А вот здесь шел по-своему. Здесь нет агеназера. Если ты поверил, что тебя Господь вел до сих пор, то вместе с Иаковом поставь этот памятник. Вот до сего дня, до сего часа Господь меня вел. А почему было? А дальше напиши. Старался соблюдать устав, считал Писание, советовался со священником. Не боялся, когда меня обличают. И у меня все идет как должно. Третья книга Езры, 4 глава, 2 стих. Сердце твое слишком далеко зашло. Ты помышляешь постигнуть путь Всевышнего. То есть не надо везти туда, где сокрыто. Задают иногда вопросы. А вот женщина, ребенка родила мертвого. Вот где он будет? И начинает выдумывать. А вот такой человек жил правильно, баптист, а он умир, где он будет? Писание умолчало. Написано, не в церкви, не в спасении. Это абсолютно точно знают. Вне Ноева корабля нет спасения. Первое послание Петра, 3 глава, 19 стих. А спасется он или нет? Да Бог его знает. Чего ты принес, о том не рассуждай. Ты поставь путеводные знаки, мне дано слишком много. То, что мы сейчас рассуждаем и знаем, может за тысячи лет старткой России никто не слышал. Народ вообще ничего не знал. Знали посты, говения, пришел, остоял, ушел. Ну есть такие рассказы. И когда начинал кто-то учить, его глушили и не давали ни одного слова сказать. Итак, Петр сегодня нам говорит, Христос. Что же ходить смотрели вы? Пророков. Мы, когда идем в храм, то должны ждать пророческого слова. Господи, Ты сам скажи по моему сердцу. Кто будет говорить, положи ему на сердце. Потому что не просто слова должны быть, а слова, семя, которое разбило бы камень моих грехов. Чтобы я вышел с великим достоянием в руках, с великим сокровищем. И смысл любой проповеди, как у пророка, приготовить путь Господу. Аминь.